Здравствуйте! Сегодня я хочу сделать краткий видео обзор кресла Ikea. Оно представлено было в нескольких вариантах. Я выбрал вот именно такого оттенка. Оно внутри содержит полиуретан, он же поролон, достаточно комфортное для сидения. Снизу 5 роликов, при этом имеется противооткатная система, то есть оно само все не катится. То есть если ты толкнешь, он тут же останавливается. Значит, что еще здесь? Удобные ручки. Как раз хорошо они помещаются именно и под высоту стола. Кресло регулируется по высоте с помощью регуляторов. Но здесь нет режима шатания. И нельзя отрегулировать угол наклона сидения. И угол наклона спинки также не регулируется. То есть она намертво здесь присоединена вот этими болтами. Какие были отзывы в интернете, что кто-то сильно нажал на кресло и вот здесь что-то треснуло, отвалилось. Значит, у меня какая проблема основная, недостаток данного кресла состоит именно вот в этих, после где-то года-двух использования, такого неинтенсивного вечерами, либо там на выходных только сижу, то есть это домашнее кресло у меня, начало отслаиваться вот это вот кожезаменитель, да, вот искусственная кожа от поверхности. Как я решаю эту проблему, я смазываю таким вот герметиком гибким, эластичным для ванной комнаты, чтобы они дальше не отходили. Вот это пока единственный недостаток данного кресла, так оно вполне себе удобное. Вот. По цене, в принципе, тоже в Икеа нормальное кресло. Вот еще давайте посмотрим со всех сторон, как оно сзади выглядит. Вот здесь какое-то странное вот это вот белое кольцо еще есть. Здесь что-то такое расстегивается, вот, внутри покладка, но, по-моему, все-таки это несъемная вещь, несмотря на наличие молнии. Спасибо большое за внимание. Спасибо.